Сейчас мы поговорим с известным политологом, известным в России человеком, который имеет отношение, имел отношение к созданию этого Дня России, но не как имеется ввиду Дня Декларации о Независимости, а так сказать продвижение самого тренда Дня России. Глеб Олегович Павловский, здравствуйте Глеб Олегович. Здрасте. Глеб Олегович, у меня к вам вопрос, а реально, насколько сейчас этично поздравлять с этим Днем? Поздравляю вас с Днем России. Я не знаю, этично или нет, но для нас это по-прежнему праздник. Понятно. Я прочитал сегодня одно из комментариев ваших. Вы там среди других политологов говорили, что День России, по-моему, был ориентировочно 20-й год. Вы говорили, что День России это поистине государственный праздник. Если 9 мая он как-то сопряжен с какой-то исторической памятью, то День России именно реально государственный праздник. В чем принят ли этот праздник народом как государственный и вообще принят ли этот праздник? Я думаю, да, но это произошло не сразу. Первые, наверное, лет 10, даже может быть чуть больше, лет 10-12 праздник воспринимался скептически людьми. Это я хорошо помню и бесконечно мы искали, каким образом привлечь внимание к нему, обозначить его как какой-то рубеж. Потому что люди продолжали жить в Советском Союзе, урезанном и как бы обесславленном, но в Советском Союзе. То есть это изменилось и это менялось на наших глазах в начале нулевых. Появились просто люди, которые его празднуют, независимо молодые люди, которые ходят с флагами на плечах. Это не власти делали, не власти им давали эти флаги. Это потом, значительно потом произошло. Это произошло где-то с приходом Путина. Простите, это может быть не нравится многим, но это факт. А насколько изменился смысл этого праздника? Я помню, достаточно молодым человеком был. В 90-м году я заканчивал 10-й класс, в 91-м году окончание школы я закончил 11-й класс. Я помню, что в 90-м году была принята декларация о суверенитете РСФСР в составе СССР. И именно это стало Днем России. Потом через год, если не ошибаюсь, были независимые прямые выборы президента РСФСР Ельцина. И, по-моему, с 92-го года это стало выходным днем. Я прав же? Так, вы совершенно правы. Начало назывался он ужасно. Это день принятия декларации о независимости и суверенитете Российской Федерации. Хотя в это время она была и еще год оставалась в составе Советского Союза. Непонятно. Поэтому все время все ерничали, все комиковали на эту тему. В том числе нынешние многие крайне реакционные люди. Когда говорили, какая независимость? О чем вы говорите? Какая Россия? Ну, постепенно это произошло, повторяю, во втором десятилетии. Вообще-то говоря, нам 30 лет. Это, в общем, не так много. Но вы с достаточно каким-то оптимизмом. Я понимаю, что, наверное, это еще с высоты возраста говорится. Вы с достаточно каким-то оптимизмом и улыбкой говорите о том, что нам 30 лет. Насколько реально существование России в том виде, в котором он есть, вот с тем, скажем так, градусом накала, который существует в международной, во внутренней политике? Ну, смотрите, ведь за эти 30 лет, вообще-то, я и не припомню, когда бы не было накала. Все время кризисы, катастрофы, все время в газетах были, все время популярный материал, проживет ли Россия еще год, два и так далее. Вот, мы очень любим апокалиптические тексты, но я не вижу склонности России распадаться. Ужасные политика, очень слабая, с моей точки зрения. Политика слабая, политика не чувствует московские реальные проблемы. Она все время сбивается на какую-то искусственную повестку. Но, вообще-то говоря, люди выживают, им это нравится. Ну, вы идите сегодня на улицу. Россиянину вообще нравится именно выживать, насколько я понимаю. Я, опять же, находясь здесь в Киеве, я рефлексирую относительно своей памяти. Я родился в Тольятти, вырос в Тольятти. Я помню период конца 80-х, начала 90-х достаточно, ну, реально не самых сладких времен. Если бы не Волжский автомобильный завод, который так или иначе кормил город, в городе было бы совсем все не сладко. Но, знаете, я помню, на тот момент, 91-й год, опять же, я достаточно был, знаете, умное слово пассионарий, молодой пассионарий. Я помню вот это вот состояние, ощущение воздуха свободы. И с этим днем, с 12 июня, было очень много связано, ну, именно у меня, по крайней мере. Вот это ощущение моего круга общения в том числе. Насколько вы, находясь сейчас в России, я понимаю, вы же в России, правильно? Насколько сейчас в России этот воздух присутствует? Вот если 12 июня относительно празднику, ну, к Дню России, тогда как-то дурацки называлось, но, тем не менее, было ощущение перемен, воздух перемен, совершенно другое, наверное, западническое, реально западническое, веяло это в День России. Сейчас какой это запах? Что это за воздух? Ну, мы прошли через несколько фаз или эпох, если хотите, но и совсем не в 12 июня дело. Во-первых, была, так сказать, либеральная империя Горбачева. Это, наверное, наиболее оптимистическое время. Оно не самое потребительское было, оказалось, к концу, особенно не самое веселое. Но 5 лет, 5 лет, когда власть искренне, на тот момент, искренне отказалась от насилия. Это очень важный момент, я считаю, очень многое в нашей жизни до сих пор идет оттуда. Вот эта пятилетка Горбачевского ненасилия, которая бездумно была опрокинута, потеряна, бесславлена слабым тогда и непонятливым обществом. Поэтому дело не в 12 июня, а дело в атмосфере было ясно, что власть отказалась на будущие времена от исторического насилия, свойственного нашей стране во всей эпохе. Это, да, это было веселое время. Ну, а потом пришло анархическое и тоже веселое время 90-х годов. Мы все, как говорится, резвились. Кто был молод, тот вообще. Я думаю, ему было весело. Я уже не был молод, но я тоже резвился. Это было, конечно, интересное время, но самое, в общем, спокойное для людей время была первая половина нулевых. Даже, я думаю, оба президентских срока Путина где-то уложились в этот период. За исключением, конечно, тех, кому очень не повезло, как ЮКОСУ или НТВ. Вообще-то говоря, это было самое такое оптимистическое и сытное потребительское время. Я понимаю, что, наверное, в вашем спичи, я сейчас просто поймал и последнее слово «сытное». Опять же, очень хорошо помню эти самые нулевые условно-общественный договор, при котором вы не лезете в наши дела, а мы вам даем спокойно, сытно жить. Я имею в виду общественный договор между властью и обществом. Но, тем не менее, эти сытные времена, как мне кажется, именно и привели Российскую Федерацию, которая День России встречает с полной невозможностью провести протестные акции. Хотя они, вот последние даже, я показывал, показывали сейчас фотографии, я вот там в 2013-2014 году еще выходил на разрешенные акции протеста на День России. А вот сегодня, пока вы сейчас говорили, у нас показывались фотографии, слайды, одиночные пикеты, на которых люди выходили, сейчас вот ребенок, одиночные пикеты, на которых люди выходили, и их тут же забирают. Не является ли вот эта ваша оптимистичная Россия нулевых, сытая, спокойная, с общественным договором, вот такой заманухой, обманкой, при которой вот люди, знаете, как вот под ту дудочку шли-шли, и в итоге пришли? Ну, конечно, вы можете, слушайте, любое в России, любое хорошее время проходит, и проходит довольно быстро. Были 20-е годы, мне родители рассказывали, нарадоваться не могли. Были те, которые, я помню, хрущевские годы, они сытыми особо не были, правда, но, в общем, они были очень светлыми. Ну, и, конечно, были, вот этот период ранний Горбачевский, главное в нем, на мой взгляд, не то, что они были сытными, а то, что в них был внутренний, так сказать, гражданский мир в основном, это то, чего мы хотели, когда строили Российскую Федерацию, остановить, остановить мятежи, остановить конфликты. И да, конечно, здесь мы и поскользнулись, потому где-то лет около 10 было тихо. Вроде настал гражданский мир. Да, но вы сказали то, что в России всегда так есть хорошие времена, но они недолго. Да, это... То есть, с чем это связано? Потому что не строят государство, носителем которого были бы его граждане. Все время речь идет о какой-то надстройке, которая полностью управляется верхами, но люди, как бы пользователи, они юзеры, они не распоряжаются этим временем. Конечно, это время должно было быть проведено иначе, те же нулевые. Могло быть проведено иначе, потому что это идеальное время было для nation building, для строительства государства и нации, но в итоге мы его тоже потеряли. Отчасти из-за коррупции, почему коррупция ведь была не только коррупцией верхов. Она была повальной, как говорил один мой друг, врут и воруют, врут и воруют. Да, в этой атмосфере она была, атмосфера была, как бы, ну как вам сказать, она гнилостная была на самом деле, но мы это узнали чуть позже, да, когда настало время расплачиваться по счетам. Я еще вернусь сейчас к вопросу, продолжению относительно того, что же вот, что помешало сделать лучше и как не повторить. Я сейчас просто напомню нашим зрителям, у нас в течение дня проходит опрос на нашем канале, где можно отвечать в чате и на ютюбе, в телеграм-канале и в фэб-страничке. Что для вас День России? Большой праздник. Так, прошу подсказать моих редакторов. Символ путинизма, символ освобождения от СССР и день, когда нужно делать переворот. Вот такой вот опросик мне кинули. Я правильно озвучиваю, коллеги? Да, вот такой вопрос. Для вас что такое День России? Вот из четырех вариантов или свой есть какой-то? День России это просто День России. Это для меня он более личный, потому что и в 90-е, и в нулевые я и мои друзья занимались тем, чтобы Россия, как мы, тревожные люди мы были, мы опасались, что она может распасться, что она может погибнуть, потому что на наших глазах погиб Советский Союз. И мы очень хотели закрепить ее. Поэтому День России для меня не является каким-то невероятно близким воспоминанием. Праздник есть праздник. Какой же это День переворота? Глеб Олегович, смотрите, вы сказали, на наших глазах исчез Советский Союз. Опять же, я понимаю, что у нас разное видение. Для вас это очень прожитые долгие годы были. Для меня это начало жизни. Но для меня потери Советского Союза не было трагедии. Для моей мамы, я вспоминаю, 41-го года рождения, это тоже не стало трагедией. Как-то достаточно легко, спокойно она перешагнула вот этот новый мир. Она не страдала по Советскому Союзу и с огромным удовольствием получала всю новую информацию. Даже на бытовом, сейчас вот скажу полную глупость, на бытовом уровне, они даже ходили со своей крестной и пробовали какие-то алкогольные. Ой, вот эту бутылочку мы еще не пробовали, надо обязательно взять. И жизнь, казалось, набирает обороты и становится более объемной, 3D, скажем, из плоской объемной 3D. Так в чем трагедия потери Советского Союза? Я надеюсь, это ваше, это ваше слово, я его не произносил. Насчет трагедии. Это больше, чем трагедия. Это некая, ну как наша вселенная, в которой мы живем, началась с большого взрыва. Вот Биг Бэнк. Вот этот Биг Бэнк, это 91-й год. Мы с тех пор и несемся внутри этого взрыва, а и удивляемся, что все не так красиво, как мы хотели бы. Ну, страна взорвалась, а сейчас она взрывается второй раз. И это, конечно, связанные вещи. Так может, это исторические процессы? Может, оно и должно было быть так? Ну, прекрасно. А что, вы считаете, что мы должны быть пассивными жертвами исторических процессов? Я никогда не хотел быть. Нет, я опять же, я вас спрашиваю, мне как раз в этом смысле интересно ваше мнение. Что вами двигало, когда вы цементировали Россию, видя, что у нее есть некое будущее, да? Опасаясь ее развала. Я просто, как говорится, я и такие, как я, мы подбирали доски в океане, оставшиеся после того, как затонуло государство. И пытались из этого что-то собрать, чтобы просто не погибнуть, выжить. Простите, выжить. 100 миллионов, 150 миллионов человек выживали. Это не общественный договор. Нет, простите, это была такая сделка. Я бы даже сказал, она была грязная. Сделка власти и общества. Население хотело выжить. Власть говорила, хорошо, мы дадим вам возможность выжить, а вы оставьте нас делать все, что мы хотим. Эта сделка сегодня привела к войне. Это было ошибочно? Так, конечно, как государственное устройство, да. Это вообще, честно говоря, государством не было. Если бы было еще 10-20 лет мира, то, может быть, удалось за это время что-то собрать. Но я и сейчас уже не уверен. Мы пошли неправильно. Вот этот режим, который начал строиться в нулевые годы, сытый за счет цены на нефть, с общественным договором, мог ли этот режим существовать дальше в мире? Ведь мы понимаем, что всего лишь 14 лет, даже не 14, 8, первый конфликт это Грузия. Я имею в виду внешний конфликт. Ну что, он мог, конечно мог. Но, наверное, это требовало совсем другой концепции, другой стратегии у руководства. Как мы видим, сегодня оно было не на уровне задач, которые надо было решать. Другие смогли бы, наверное, с этим справиться. Но, знаете, это не первый раз. Я историк. Это не первый раз в мировой истории. Когда-то Бисмарк гений, в отличие от тех, кто сидит в Кремле. Он был гениален. Он собирал тоже, создал у государства артефакт, Германию. Это было самое большое, самое сильное и экономически успешное, между прочим, самое тогда в Европе. Но это не помешало ему втянуться с дурачьем Вильгельмом, втянуться и втянуть Европу в мировую войну, которая развалила Европу. Поэтому, что мы тут будем оплакивать, что ли? Надо просто оценивать то, что произошло. Нельзя рассчитывать, так сказать, на дурачка проехать просто там на ценах сырьевых и так далее. Вот нельзя, это опасно. Вот мы увидим, насколько это опасно. То есть мы еще даже не видим, насколько. Это только начало, да? Глеб Олегович, смотрите, сейчас, ну я просто как бы от исторической некой перспективы хочу уже про современность поговорить. Кроме того, что сейчас, к сожалению, в Российской Федерации нет возможности спокойно даже на уровне одиночного пикета выйти и высказать свое мнение с простым плакатом. Это уже очевидно, это уже все понятно. Но Российская Федерация, начав войну в Украине, оккупировав часть территорий, идеологически пытается захватить, вот затянуть в эту турбулентность собственной России, именно современной России, эти территории. В Херсоне, в Бердянске, во всех городах сейчас проходят, ну вот сегодня проходили попытки проведения Дня России. Это, у меня вопрос в связи с этим, это связано с реальным желанием, скажем так, людей убедить в том, что Россия лучше, либо это освоение денег все-таки? Ну, освоение денег у нас есть во всем, но этим нельзя все объяснить. Я думаю, что это недоумие, это последствия отсутствия целей, в том числе и целей в этой войне бывают, по крайней мере, войны грязные, но имеющие цель какую-то, понятную, более-менее. Здесь же ее нет, и поэтому эти цели придумываются на ходу. Сперва были одни, объявлены в начале, а теперь появилась уже совсем нелепая идея, значит, какого-то территориального приращения за счет, а зачем нам нужны эти территории, что мы с ними делаем, у нас недостаток в территориях, что ли, в Российской Федерации, нам бы развивать свои. Поэтому это все вот такое государственное недоумие. А кто это делает и за какой кэш, я не знаю. Ну, смотрите, Глеб Олегович, по поводу того, вы говорите, нам бы свои территории освоить. Когда-то в 2005 году я общался тоже с интересным историком, который сказал, что высказал мнение, с которым я частично согласен, что на этих территориях, то есть то, что называется Российская Федерация, будет нормально и спокойно тогда, когда окончательно произойдет развал Российской империи. То есть то, что вы цементировали и пытались сохранить как Российскую Федерацию, это попытка сохранить уже Российскую империю. Как вы считаете, насколько Россия, День России, который сегодня отмечается, жизнеспособная территория государства? Видели, это очень, так сказать, может быть вам это неприятно слышно, это очень русские рассуждения. Вообще последние, скажем, 200 лет русская общественность очень любит рассуждать, как развалится Россия, как она должна развалиться, и как из этого развала, почему-то, непонятно почему, никогда ни из одного развала ничего чистого не возникало, но почему-то возникнет как большой выкупанный сон, какая-то новая, необычная, необыкновенная, очищенная Россия. Это все мистика, это все, причем мистика пуская и легкомысленная. Мы видели развалы. Первое, ведь эти развалы, это всегда убийства, это всегда убийства людей. Вот не территориальные какие-то изменения, а именно убийства. Люди начинают убивать друг друга, а потом не могут даже объяснить, зачем они это делали, зачем они убивали. Жуткая гражданская война, например, чудовищная. Она лишь внешне выглядела идеологически. Так что сейчас... А что есть цементирующим у России? А я не знаю. Вы знаете, это очень интересный вопрос. Вот это хочется понять. Очень интересный вопрос, но единственное, что я могу сказать, понравится вам это или нет, Россия не распадется. Она много... Если бы она могла действительно распасться, как Россия, то она бы это сделала. Уже давным-давно все империи, как мы помним, современные ей, развалились. А почему-то Российская империя уменьшилась. Но Римская империя разваливалась порядка 400-600 лет, если не ошибаюсь. Ну, это вообще смешно. Это для школьника, так сказать, развал. Ничего себе развал 500 лет, а восточная, римская вообще тысячу лет угасала. Нам бы так угасать с вами. Вот. Проблема в другом. У нас есть федерация. Эта федерация не работает. Она очень плохо работает. Ее институты парализованы. Парализованы централизмом, бессмысленным. Россия слишком велика для того, чтобы единообразно управляться. Ну, вот она единообразно управляется. Мы видим, как. Поэтому она даже воевать толком не может, как следует. Поэтому сейчас, я думаю, речь идет о том, конечно, будет так или иначе, через год, два, пять, двадцать, будет более сбалансированная федерация с более разнообразным порядком жизни, экономики и политики в разных ее территориях, в разных землях. Что есть такого? Это страх 90-х годов. Ведь Путин человек 90-х годов. Как и я, впрочем. И мы очень действительно боялись, видя Советский Союз, боялись повтора. А повтор был невозможен. Нам надо было бы строить более свободное, вольготное для людей государство. Мы этого не сделали. Кстати, Украина тоже пропустила в значительной степени этот момент. Она жила по-другому. Но в некоторых пунктах мы жили, как говорится, в одной постели. И коррупция, и постройка вертикали власти, и многое другое было очень похоже. Но в Украине при всем при этом, опять же, здесь не давая каких-либо оценок личных, Украина развивалась при всем по-другому, потому что влияние, в том числе олигархических групп, оставалось сильным и продолжает оставаться. И как ни странно, именно это является то, что спасает. Даже олигархи на что-то годятся. Ну, это понятно. Я попрошу наших зрителей не забывать подписываться, ставить лайки, обязательно комментировать. Можете задавать вопросы нашему спикеру Глебу Олеговичу. И напоминаем, что канал «Утрофилля» — это канал, в том числе, о войне России против Украины. А на фронтах продолжает быть горячо. Сегодня ночью произошел второй раз за время вторжения Российской Федерации ракетный обстрел по Тернопольской области. Это запад Украины. 23 пострадавших, 10 из них в больнице. Не стоит забывать, что ракеты по-прежнему летят со стороны Российской Федерации, со стороны Белоруссии и летят по всей территории Украины. Мы продолжаем. Глеб Олегович, кстати, когда... Ну, я такой задам вопрос, скажем так, риторический, но я уверен, что вы сможете на него найти правильный выход. Когда у России закончатся ракеты? Когда перестанут ракеты падать на города? Когда наступит в одном или в обоих государствах наступит понимание, что мы в тупике, и из этого тупика военным образом выйти невозможно, хоть увеличьте в 10 раз число падающих на людей ракет, идет бессмысленное, в общем, уничтожение людей, военнослужащих в первую очередь. Но ведь это, в конце концов, просто люди и мирных граждан. И я, моя точка зрения, я ее все время повторяю. Надо любой ценой, то есть не любой ценой, но ценой интенсивной дипломатии начать выходить из этого тупика. Почему-то в наших странах, кстати, что в Украине, что в России, теперь как-то стали бояться дипломатии, как будто дипломаты это какие-то опасные, с точки зрения предательства, то есть это какие-то потенциальные предатели. Дипломаты такие же абсолютно защитники нациинтересов, как и военные. А существует ли такое понятие, как дипломатия в России при нынешнем министре иностранных дел Лаврове? А смотрите, вот даже я не буду говорить, не буду давать оценок господину Мединскому, как министру, как он был им. Но когда он был переговорщиком, он был довольно рациональным переговорщиком. Конечно, любой дипломат будет работать, конечно, на свою власть, оглядываться на свое общественное мнение. И вообще переговоры – это длинный процесс. Бывает в газетах, я читаю, там надо, как бы, Украина должна там что-то уступить России, и чтобы кончилась война. Но переговоры не о выступках, переговоры выработка языка, интересов одной стороны и другой. Они могут длиться годами. У американцев в Вьетнаме не длились пять лет. И все это время убивали людей. Немножко меньше убивали, но убивали. Украина теряет каждый день, как сказало ее военное руководство, я опираюсь, там 50-100 военнослужащих. Это больше, чем теряла Америка, когда начала переговоры в «Зените войне». Значит, надо выходить из состояния войны, которая ужасно инерционно, ужасно затягивает. Все говорят только о победе. У нас тоже говорят, ну будет победа, там у нас просто не так видят войну, не так ее чувствуют, потому что мы немобилизованная страна. Но надо начинать разговаривать. Глеб Олегович, украинское общество по всем опросам, я как человек, который живущий в Украине, подтвержу, что украинское общество не готово к территориальным уступкам. Просто по факту. И сейчас уже украинское общество настроено таким образом, что победа до возвращения территории 2014 года. И я так в любом случае, мы стоим в тупике в этом случае. И здесь страна-агрессор, она и есть страна-агрессор. Есть разные, здесь две разные стороны вопроса. Уступки вообще звучит ужасно. Компромисс кажется просто каким-то изменническим термином. Но вообще-то говоря, и в Соединенных Штатах, и во Франции, и во всех странах, которые вели войны, в них большинство, почти до самого конца, большинство населения было за продолжение войны. Вот эти пацифисты, их было очень немного. Они очень шумные люди. В Америке их называли писники. Писники, то есть мирники такие. Но их было мало. Они очень шумные, они устраивали демонстрации, которых в Москве нет. Но это было уничтоженное меньшинство. Люди, да, люди... Возможно ли появление этого меньшинства в России? Нет. Сейчас нет, невозможно. У нас вообще нет политической сцены. Вы не можете, у вас, вы можете думать все, что угодно. Но вы не можете со своими мыслями выйти на политическую сцену. Вам не дадут этого. Я считаю это отвратительной ситуацией. Особенно я считаю опасным то, что у нас нет даже площадок обсуждения, где можно просто обсуждать проблемы, которые мы имеем сегодня. Все уничтожено. Все уничтожено. Есть какие-то вонючие телеграм-каналы, и в них беснуется какая-то чернь. Но это вообще не место разговора. Поэтому мы нуждаемся в разговоре. К сожалению, по разным причинам. И в нашей стороне, в более плохом виде, прямо скажем, и в Украине сейчас невозможно обсуждать послевоенную жизнь. А вообще-то говоря, Украина больше нуждается, с моей точки зрения. Я смею заметить, Липа Леонидович, я не знаю, откуда у вас информация, что в Украине невозможно обсуждать послевоенную жизнь. Она очень обсуждается сейчас. Люди даже, как ни странно, даже в период войны, они пытаются строить планы. И мои знакомые, которые являются малым, то, что у нас называется физическое особо-предприемец, частный предприниматель по-российски, люди даже пытаются, думают, как взять микрокредиты, и понимают, что сельское хозяйство сейчас пойдет. И пытаются каким-то образом двигаться в этом направлении. То есть здесь оптимизмом как раз все нормально. Очень хорошо, нет. Оптимизм, но он, это военный оптимизм, понимаете, он в значительной степени нереалистичен. Нет ни одного шанса в этой войне выявить победителя. То есть вы можете считать себя победителем, но победить в этой войне невозможно, и потерпеть поражение, в общем, невозможно. Аглументируйте. Мы сопоставимые по, так сказать, боевому потенциалу страны. По-разному, но сопоставимые. Россия за счет величины и масштабов, Украина за счет миссии, с которой она воюет, она защищается, это самооборона. И поэтому у нее более, у нее есть цель. У наших солдат, они не могут объяснить, что они вообще сделают в Украине. Поэтому нам надо выйти из этого положения, а не говорить о победе. Победы не будет ни у кого. Ну, смотрите, Глеб Олегович, тем не менее, я не говорю про все европейское сообщество, но страны Восточной Европы, Польша, страны Балтии очень жестко настроены против России и очень, скажем так, поддерживают Украину в этом конфликте и оружием поддерживают, дипломатически. Так, сейчас процитирую, министра иностранных дел Латвии Эдгар Саранкевичус поздравил граждан с Днем Граждан России, с Днем РФ, с Днем России. Давайте послушаем синхрончик. Синхрон есть у нас, да? Сегодня Россия отмечает День России. Желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного демократического и правового государства. Уровень агрессивной дипломатии с обратной стороны. Что в перспективе для России? Идея Чучхе? Северная Корея? Нет, ну нет никакого, ну простите, ну как вы можете всю Северную Евразию изолировать? Не получится, это невозможная задача, поэтому санкции имеют разрушительный характер. Здесь я не согласен с российским руководством, но оно делает вид, что совсем хорошо справляется, это не так. Так, санкции действуют на российскую экономику, на российский социальный организм с нарастающей силой, но это не может повлиять на войну, вот в чем дело, потому что там, скажем, всерьез они скажутся где-то в следующем году. Это санкции бьют по производству, это еще наши люди не вполне понимают, что у них будут исчезать рабочие места. Там, где были передовые какие-то кластеры экономические, там это уже ощутили, а в других нет. Но это же не повлияет на войну в этом году, понимаете, и будет погибать такое же количество людей. Да, это война, которой не должно было быть вообще, но она идет. У нас же мы что будем обсуждать, что не должно было быть вообще, а она будет себе идти, идти, идти. Она же перемалывает наши нации, это ужасно. Ну, это очевидные вещи, понятно, что, ну, то есть мы говорим, очевидные вещи, это понятно. Тем не менее, попытка выходить, там, как говорит руководство Украины, Зеленский, решение, все, что будет, будет решено на поле боя. Мировая экономика, мировой голод, который грозит сейчас. Более того, ну, то есть, я так понимаю, что руководство Российской Федерации из-за этой войны привлекло к себе такое количество внимания, что весь мир, хотел бы он или не хотел, но обращается к то, что называется к Кремлевской башне, к Путину. Вот Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным. На следующей неделе будут обсуждать с ним вопрос вывоза украинского зерна. Насколько в современном мире, вот в современном мире, это невозможно договориться на эту тему? Кто что хочет, как вы считаете? Ну, с зерном, по крайней мере, есть какой-то шанс договоренности. Это уже будет хорошо. Вы понимаете, когда начинаются о чем угодно переговоры, то есть разговоры, которым решаются вопросы, то это лучше, чем бомбардировки. Да, я думаю, что есть шанс, чтобы был построен маршрут вывоза украинского зерна. И Путин, в общем-то говоря, сказал, что он каким-то образом, я не знаю каким, готов в этом участвовать. Что он имеет в виду, я не знаю, потому что Путин не отчитывается ни перед кем. Но кажется, это будет. Это уже хорошо. Это какое-то, понимаете, какое-то предполье возможных минимальных переговоров. Но еще раз, мы только в переговорах сформулируем на самом деле, чего мы хотим и что мы можем получить. Кстати, возвращаясь, чего мы хотим, ну, с самого начала нашей беседы вы сказали, ну, война, которой не должно быть, и непонятные цели и смыслы. Последнее, когда Владимир Владимирович заявил о том, что Петр Первый расширялся, и вот мы тут начали расширяться, возвращать, это ему политтехнологи что-то подкинули в очередной раз для оправдания или как? Почему постоянно что-то меняется? Ну, может быть, но я думаю, что скорее он сам читает какие-то вещи. Это видно, в общем, по тому, что он цитирует. Видно, что он читает какие-то, ну, скажем так, мягко. Петр Первый и Алексей Толстого? Не, дай бог, дай бог. Нет, он читает какие-то убочные книжки. В общем, какой-то... То есть, потому что для меня Петр Первый и Толстого это билетристика, но явно не научная работа. Да, ну, там... Нет, ну, на основании Романа Толстого, во-первых, невозможно проводить политику никакую, во-вторых, он не нарушал в такой степени исторической логики. Нет, у нас достаточно много бумажного хлама, в котором печатаются разные вещи. А сейчас мы же в эпохе социальных сетей. Вы можете найти все, что угодно. Путину распечатывают, он это читает и принимает за, может быть, даже за чистую монету. Смотрите, процитирую еще одного... Одну цитату, прочитаю. Запад имеет право подарить Украине ядерные боголовки, чтобы защитить свою независимость, заявил депутат Европарламента от Польши Радислав Сикорский. Попрошу вас прокомментировать в том числе это высказывание. Я читал, но это... Такие вещи можно сказать в состоянии, в разгневанном состоянии, в состоянии какой-то эмоциональной ярости по какому-то поводу. Но вы же понимаете, что Путину ближе дотянуться до ядерных боеголовок, чем Киеву. Они у него под рукой. Поэтому это безответственное заявление, кстати, как и безответственным было политически. Безответственным было заявление президента Зеленского в Мюнхене о готовности так сказать обсудить проблемы выхода из Будапештского меморандума. Не надо этим играться, потому что в той игре... В данном случае то же самое, что обвинять девушку, которая одела короткую ёпу в том, что ее изнасиловали. Слова могут быть только слова. Действия важны. Действия решают все действия. Когда ты имеешь дело с эмоционально нестабильными лидерами, а в Москве практически всегда эмоционально нестабильные лидеры, ну, после Горбачева, то надо просто делать поправку. Не могу не спросить, почему в России эмоционально нестабильные лидеры постоянно? Это такая вот обратная сторона вопроса. Вроде страна выживает, а лидеры все более и более тревожны. они какие-то они видят все более все больше каких-то угроз, которых где они у них рождаются в голове. Я не знаю, какая могла быть угроза со стороны Украины. Я не знаю, что должно происходить в голове, чтобы человек считал, что Украина может напасть на Россию. А у меня Глеб вы с ним все-таки общались. Я понимаю, что достаточно давно, но вы общались напрямую. Он реально считает, что Украина могла напасть на Россию? То есть это реально у человека в голове такое? Ну сегодня да, совершенно верно. По его текстам, которые явно он сам писал или вписывал в них целые части какие-то. Это его собственное идея, что вот он переселился куда-то в 41-й год и считает, что надо переиграть 41-й год, так у Украины почему-то заняла место вермахта и надо переиграть 41-й год превентивной войной. Я не могу этого объяснить. ничего подобного не было в этом человеке, когда я был ближе, чем сегодня. Еще, наверное, один последний вопрос вам сейчас задам, очень личный, очень такой важный. Я не был в России с 15-го года. Вот я в 15-м году уехал в Украину, здесь окончательно поселился, здесь живу, здесь строил свою жизнь, мне было до боли обидно и больно и грустно, что даже уехав из России, режим меня нагоняет, достигает и не дает права жить. Ну, это такая эмоциональная составляющая. С 24-го для меня было очень болезненно, кроме того, что летели ракеты и стреляли это отдельно. Какая атмосфера сейчас в России? Я понимаю, что нас смотрят россияне, более того, что можете написать, вот каждый можете в комментариях написать, какая атмосфера, потому что очень непонятно отсюда, что происходит. Ну, атмосфера, атмосфера, как ее, как говорится, где вы не подошьешь. Плохая атмосфера. У нас атмосфера фактически какой-то, ну, нельзя сказать, что гражданской войны войны, нет. Но аномальная атмосфера ожидания, все время ожидания конфликта, оглядки на власть. А что она скажет, а что она подумает? Я такого даже в советское время не помню, если честно. Не было такого в советское время. Мы жили в более расслабленном состоянии. И, конечно, это связано с политикой Кремля, который чувствует себя в какой-то невероятной обороне. Но большинство людей так себя не чувствуют. В чем отличие? Они не считают, что должны быть мобилизованы. Они не мобилизованы. Для них война это что-то где-то там. Далеко-далеко. Да, где-то там. Где-то там. И это проблема. Эта проблема они не чувствуют вес решений, которые принимают. Спасибо большое, Глеб Олегович, за замечательный разговор. Доставил мне массу удовольствия, как думаю, нашим зрителям. Не могу поздравить с Днем России. Тем не менее, уверен, что Россия будет точно другой. Это был Глеб Павловский, политолог, очень известный человек. Ну, а мы продолжаем.